Музыка Московские библиотеки и хранилища книг. Москва по праву гордится их уникальными и обширными собраниями. Москва по праву гордится их уникальными и обширными собраниями. Книги. Поразительно, как эти хрупкие и уязвимые вещи переживают века, стихийные катаклизмы, войны. История иных книг и книжных собраний сродни людским биографиям, но намного длиннее. Порой она также трагична. Книги ведь беззащитны перед варварством и невежеством. История книг и их собраний неразрывно связана с историей культуры и просвещения государства. О самых первых библиотеках не сохранилось документальных свидетельств. Вероятно, когда Москва стала столицей независимого княжества, во времена Даниила Александровича, это были библиотеки Даниловского и Богоявленского монастырей. По свидетельству летописцев, первым из московских князей стал собирать книги Иван Данилович Калита, великий князь Владимирский и Московский, митрополит Петр, причисленный к лику святых. По его решению, кафедра митрополита была переведена из Владимира в Москву. С той поры ведет свою историю Московская митрополитчья библиотека. Когда Тахтамыш осадил Москву, книги, как самую большую ценность, свезли в Кремлевский храм со всей округи. Повесть о нашествии Тахтамыша поведала, что в Москве погибло бесчисленное количество книг, заполнивших церкви Кремля до самых стропил. И позже пожары часто истребляли книжные богатства Москвы. Многие цари и князья дарили монастырям книги из своих библиотек. Такой подарок был сродни золотой церковной утвари. Пергамент был дорог. Его изготовляли из особо обработанной телячьей кожи. На одну книгу уходило от 10 до 30 шкур животных. Целое стадо. Для сохранности книгу заключали в металлический оклад. Известно о книжных собраниях Ивана Третьего и Василия Третьего. Но самая загадочная и знаменитая библиотека Москвы – библиотека Иоанна Грозного. Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего Отечества. Писал о нем Карамзин. О библиотеке русского царя ходили необыкновенные слухи. До сих пор им нет ни подтверждения, ни опровержения. Библиотека бесследно исчезла при загадочных обстоятельствах. Ее поиски велись на протяжении нескольких столетий. Литература о них, наверное, подстать объему утерянного собрания. В средневековой Москве создавались библиотеки при приказах. Аптекарский приказ был создан во времена Ивана Грозного и являлся книгохранилищем для манускриптов по медицине. При посольском приказе было собрано изрядное количество книг иноземных. С появлением книгопечатания все больше книг стало скапливаться в частных собраниях. Библиотеки первых царей из династии Романовых насчитывали лишь несколько десятков рукописных книг. Собрание царя Федора Алексеевича было куда большим. Он был владельцем 280 книг. По тем временам это была весьма значительная библиотека. В 17 веке возникли многочисленные частные собрания, принадлежавшие в первую очередь государственным деятелям Морозову, Ртищеву, Василию Васильевичу Голицыну. Обладание книгами стало знаком, символом причастности к культуре и просвещенности. Эпоха Петровских реформ способствовала распространению книгопечатания и возникновению типографий. Петр I издал указ о передаче части древних рукописей, скопившихся в монастырях, государству. Позже об обязательном представлении печатного экземпляра издания в государственное собрание. По императорскому указу возникли книжные собрания при новых учебных заведениях. В основе многих библиотек лежат частные коллекции. Частная библиотека графа Брюса, одного из основателей навигацкой школы, отражала его глубокие и разносторонние интересы. Граф, один из самых просвещенных сподвижников Петра Великого, прослыл в народе колдуном и чернокнижникам. После смерти его богатейшая техническая библиотека была приобретена Академией наук. Примечательно, что Брюс не был коллекционером, собирателем книг. Для ученого-энциклопедиста это был прежде всего рабочий инструмент. Библиотека Славяно-Греко-Латинской Академии ведет свое начало от монастырских собраний. На книгах, некогда хранившихся здесь, учились многие знаменитые российские ученые. Специальная библиотека была создана при печатном дворе. С изменением статуса Москвы, перенесением столицы в Петербург, туда переехали и многие библиотеки. А первое почетное звание – библиотекарь – было присвоено владельцу типографии Киприанову. Тогда уроженцы Кадашевской слободы Василий Ануфрич Куприянов и его сын Василий Васильевич открыли у Спасского моста свою типографию и обратились к царю Петру Первому с просьбой разрешить создать при ней первую в России публичную всенародную библиотеку, где желающие из школ или и на кто всяк безвозбранно читать угодное себе и без платы выписывать мог. Бесплатную библиотеку при своей книжной лавке открыл в Москве Николай Новиков в 1780 году. Появились жертвователи книг на благо просвещения. Павел Григорьевич Демидов и княгиня Дашкова пожертвовали Московскому университету свои собрания. По воскресеньям в университетскую библиотеку вход был разрешен всем желающим. Но во время наполеоновского нашествия 20 тысяч томов ее собрания были уничтожены огнем. И снова восстановленная библиотека была преимущественно за счет частных пожертвований. Библиотека в настоящее время находится в отдельном здании университета. Славу Аглицкого клуба на виду с изысканной кухней составлял читальный зал, собиравший газеты и журналы всех известных изданий. Московский дворянский клуб и купеческое собрание также имели свои библиотеки. Но большинство библиотек и частных собраний бесследно исчезло в пожаре 1812 года. Сгорело замечательное собрание графа Мусина Пушкина с единственным экземпляром слова о полку Игореве. Среди частных книжных собраний начала 19-го века наиболее крупное и интересное принадлежало графу Николаю Петровичу Румянцеву, государственному деятелю, послу при многочисленных немецких княжествах и герцествах. Разнообразная деятельность и широкие интересы графа отразилось и на собрании его книг. После смерти графа библиотека была передана государству, но для широкой публики она была открыта всего один день в неделю. Было решено перевести книги и коллекции графа в Москву. Пострадавшие от пожара, разграбленные московские собрания все еще были недостаточны для потребностей растущего и читающего города. В Москве для размещения Румянцевского музея был приобретен Пашков дом и переоборудован для своего нового назначения. Музей и библиотека размещались в одном здании и служили благой цели общественного просвещения. Небольшие и тесные комнатки объединили в просторные залы. Вдоль стен выстроились вместительные шкафы с книгами, в других залах картины и другие коллекции. Как только слухи об открытии городской публичной библиотеки пронеслись по Москве, первые жертвователи потянулись к ней. Сегодня это незаменимая в научном мире единственная библиотека такого масштаба. Во второй половине XIX века в Москве возникли платные коммерческие библиотеки. Тогда их называли библиотеками для чтения, поскольку книг на дом не выдавали. Московские ведомости от 14 марта 1861 года сообщают, желание посещать кабинет для чтения выразилось в такой степени, что положено открыть его для посетителей ежедневно, утром и вечером, даже дамы, вообще редко посещавшие подобного рода учреждения, в большом числе заявили свое желание приезжать читать. В XIX веке появляются музейные библиотеки. В первую очередь это формирование библиотеки Московского Кремля. По завещанию Черткова, председателя Московского общества истории и древностей российских, книголюба, нумизмата и археолога, была открыта бесплатная Чертковская библиотека. В 1887 году открылась для читателей библиотека Государственного исторического музея. Это была одна из крупнейших библиотек России, пользовавшаяся большой популярностью. В ее основе лежит частное собрание книг Черткова, переданное музею Городской думой. В фонд вошли также частные книжные собрания Боротинского, Забелина, Щепкина, Щукина. К 1917 году библиотека насчитывала полмиллиона томов. Но в здании музея, не приспособленном для библиотеки, было тесно и неудобно. Государственная историческая библиотека основана на базе библиотеки исторического музея. Она справедливо считает даты своего рождения открытия бесплатной публичной библиотеки Черткова. В 1894 году была основана Библиотека Государственного театрального музея. В основу ее фонда было положено книжное собрание основателя музея Бахрушина. Позднее она пополнилась библиотеками актеров, режиссеров, театральных деятелей. Варвара Алексеевна Морозова решила увековечить память Тургенева, создав в Москве общедоступную библиотеку. Она пожертвовала значительную сумму на учреждение и стала попечительницей читальни. На Сретенском бульваре Морозова строит за собственный счет здание по проекту архитектора Чичагова. В уставе говорилось о возможности пользоваться книгами тем слоям городского населения, которым по состоянию их средств существующие библиотеки недоступны. За пользование книгами, газетами и журналами никакой платы не полагалось. 27 января 1885 года состоялось торжественное освещение читальни и открытие ее для посетителей. Читальня быстро стала популярной, особенно среди учащихся средних и низших заведений, служащих ремесленников. Она работала с 9 до 21 часа. Книги стали выдавать на дом под залог до следующего утра. Библиотеке исполнилось 150 лет, когда в связи с реконструкцией центра обветшавшее здание было снесено. Библиотека переехала в здание школы по второму Красносельскому переулку. Долгие годы руководство читальни изыскивало новые формы работы, чтобы ее не закрыли вовсе. Сейчас Тургеневской читальне передано реконструированное большое помещение по адресу Бобров переулок, дом номер 6. Воссоздание духокультурной преемственности поколений задача, которую успешно решают здесь хранители библиотечных традиций. Библиотека читальня открытая в честь столетия со дня рождения Пушкина. По предложению городского головы князя Голицына для заведования читальней была избрана дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг. Здание для библиотеки городские власти купили старинное, на Елоховской площади. Там библиотека располагается и сегодня. Резкий подъем промышленности привел к развитию технических библиотек. В 1832 году начала свою деятельность библиотека при ремесленном учебном заведении воспитательного дома. Теперь это МГТУ имени Баумана. Библиотеки создавались при заводах, фабриках. Техническая библиотека завода Вестенгаузена, собиравшая литературу по машиностроению. Библиотека на заводе Гужона. С 1872 года библиотечная комиссия Московского общества распространения полезных книг устраивает библиотеки при тюрьмах, больницах, приютах. В 19 веке создаются библиотеки при крупных учебных заведениях Москвы. Библиотека Лазаревского Института Восточных Языков росла, обеспечивая разрастающиеся факультеты учебной и вспомогательной литературой. 19 век вообще был эпохой быстрого и мощного расцвета в России массовых библиотек. Далеко оставив позади утомленную просвещением Европу, Россия страстно и жадно читала. В области библиотечного дела она была самой передовой державой мира. Это был век культурного пробуждения. Настоящими испытаниями для библиотечного дела стали события начала века. Первая мировая, разруха и беспорядки двух революций, гражданская война. Библиотечный совет при Моссовете проводил национализацию частных библиотек и организовывал охрану их фондов. Прежние общедоступные библиотеки реорганизовывались. Постепенно все библиотеки были взяты под идеологический контроль. Периодически устраивались так называемые чистки фонда, появились пресловутые спецхраны. Но именно в этот период были основаны многие крупные библиотеки, действующие и сегодня. В 1918 году открывается Библиотека Коммунистической Академии, ныне Институт Научной Информации по Общественным Наукам РАН. 1 января 1919 года открывается Центральная Городская Публичная Библиотека, которой позже было присвоено имя Некрасова. В 1925 году в бывшей усадьбе Демидовых расположилась Педагогическая научная библиотека имени Ушинского. Библиотека иностранной литературы иностранка давно уже превратилась в Международный культурный центр. Выставки, презентации, работа с иностранными специалистами. Эта библиотека обязана своим появлением убежденности и воли девушки, твердо уверенной в своем призвании учиться и просвещать. Ее звали Маргарита Рудомино. Она приехала в Москву создавать совершенно особую библиотеку богатств мировой культуры, где каждый желающий сможет читать иностранные газеты и книги и тут же изучать иностранные языки. Сила убежденности странной девочки производила впечатление даже на чиновников. Маргарита привезла из Саратова хорошую лингвистическую библиотеку своей матери в комнату на пятом этаже промерзшего дома. Она бесстрашно шла на прием к Луначарскому, просила, убеждала, требовала. А по вечерам с граммофоном и пластинками по изучению иностранных языков выезжала на заводы и фабрики завоевывать своего читателя. Кружки по изучению иностранных языков были преобразованы в высшие курсы иностранных языков. Впоследствии институт имени Мариса Тореза. Много раз меняя адреса до переезда в специально построенное здание у Яузских ворот в 1967 году библиотека не потеряла своих читателей. Популярность ее продолжала расти. Маргарита Ивановна Рудемино основатель и бессменный директор Всесоюзной Государственной Библиотеки Иностранной Литературы в течение 50 лет. Библиотека под ее руководством не только накапливала и формировала свои фонды директор подбирала кадры растила дружный и квалифицированный коллектив. От своего правила привлекать в сотрудники талантливых преданных культуре и книге она не отступала даже в годы репрессий и ссылок. Находили здесь работы и люди считавшиеся не вполне благонадежными. Для директора они все были аполитичными профессионалами высшего класса. То, что совершила для культуры эта удивительная женщина невероятно и неоценима. Российская государственная библиотека по искусству была основана в 1922 году как библиотека малого театра. Здесь хранится литература об отечественном и зарубежном театре и кино, музыке, балете, все, что можно отнести к зрелищным искусствам. Размещается библиотека в старинном здании, построенном Матвеем Казаковым. Здесь долгое время находилась московская контора императорских театров и театральная школа. Когда-то репертуарной частью библиотеки заведовал Островский. В годы Великой Отечественной войны наиболее ценные книжные фонды столицы были эвакуированы, но работа библиотек не прекращалась. После войны для библиотек строили новые здания. Москва приобрела звание самой читающей столицы мира. Сегодня публичных библиотек в Москве более двух тысяч. И это не считая закрытых для широкого читателя библиотек при институтах, предприятиях, учреждениях. Обо всех даже кратко рассказать невозможно. Фонды самой богатой библиотеки высокими темпами переводятся сегодня на электронные носители. Это сделает их доступными, защитит от износа редкие издания. Сегодня, когда тексты легко возникают на экране компьютера, когда поиск и доставка информации сведен к нескольким минутам работы на компьютере, кажется, что книга может стать раритетом, атрибутом прошлого. Но это не так. Книга это не только содержащаяся в ней информация, тиснение корешка, прохлада обложки, шероховатость бумаги, глянцевая роскошь иллюстраций, шорох страниц. Все в ней имеет значение. Может, в будущем книги станут для читателей так же архаичны, как берестяные грамоты? Вряд ли. Виртуальные библиотеки удобны, но не более того. В них нет подлинного комфорта и вкуса к чтению. Но для книг электронные версии не соперники и не угроза, как пожары, потопы и войны. Реальная книга живее и интересней, чем текст на экране монитора. Пятно старинного воска на книге прошлого века придаст полноту ощущений каждой строке. Оно уже становится частью повествования. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ